Егейминг Бэтс С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Друг и Каспер. И мы продолжаем смотреть европейскую квалификацию на старт-серию. Na'Vi уже сыграли. Хотел сказать Na'Vi, но нет. Да, Na'Vi уже мы отсмотрели. Na'Vi уже все закончили, ровно как и их оппоненты. Команда Cloud9. Если вдруг вы не смотрели эти матчи, вы сможете посмотреть их на YouTube. Либо сегодня, либо завтра рано утром. Но перемещаемся мы к матчу Secret против команды Adfinem. Эти коллективы все так же сохраняют за собой шансы, чтобы выйти со второго места. До ликвидов им не достать. Но друг с другом придется выяснять отношения. Да, причем кто побеждает, тот по сути и проходит на лан-часть. Не совсем. Но там есть еще какие-то другие минимальные шансы на то, что кто-то где-то как-то может... Да, у них главная особенность в чем? У них одинаковое количество очков. И сейчас они, если вдруг, например, играют в ничью, то все решается завтра. Да, естественно. Потому что еще у нас будут играть Cloud9 и кто? Vega, кажется? Сейчас я скажу, кто точно будет играть. Играть у нас... У нас Vega будет играть против кого-то, да, против Secret'ов. А от Финнам будет играть против Альянс. Поэтому может получиться так, что в принципе здесь они могут в ничью, например, сыграть. А тут каждая свою пару выиграет. Все равно придется еще разбираться. Так что да, это очень интересная парочка. Прямо они зеркально идут, идентично. Вот. Эта игра получается впереди у Сикрету и от Финнам. Ну и еще завтра одна встреча ждет каждый из коллективов. Так что есть варианты. Тут можно проиграть, завтра выиграть. С ничью может быть интересный момент, да. И Team Secret забирают Shadow Demon, забирают... Ember Spirit от Финнам. Забирают Луну и Рубика. Рубик на ФП. И Луна потом сразу же. Где-то я это видел. Да, украли. Украли, украли. У нас пики в Лунаве. Все. Вы нехорошему учитесь. От Финнам, кстати, Рубиком играют прямо очень часто на заглядение. Я думаю, мы здесь может даже увидим эти турбоотводы, которые делает Spartan. Центральная линия. Подошел. Эншентов отвел на крипов лайновых. Мидер оппонента стоит вообще без крипов. Идет в лес фармить. Я думаю, должны Секрет об этом понимать. И если Пупей не обратит на это внимание, будет очень даже странно. Да, скорее всего, пойдут как-то блочить этих древних. Не думаю, что Секрет могут упустить такой момент. Банится Энигма. Вчера Киезу, кстати, неплохо показал на этой Энигме. Причем, вроде ничего не показал, но Секреты переехали своих оппонентов. Да, и по сути, получается, две команды, против которых это Энигма банится. Это Вега и Team Secret. Остальные вроде как не слишком сильно жалуют этого героя. Именно в сложную линию, как саппорт, она редко заходит, она. Сломался я под давлением, она, она, она. Конечно же, он Энигма. Ну, это же так логично. Четвертый бан. Есть Shadow Demon. Очевидно, что можно добирать какого-то героя, рейнжевого героя, какого-то агельщика. Например, СФ-ы? Нет, забанили. Морфлинг Террор Блейд. Кто из этих ребят вообще? А, Лондроид в бане, да. Я удивился, думал, Лондроид не в бане. Иногда даже дроу рейнджер берут. Если пройтись по милишникам, то с Shadow Demon чаще всех, наверное, какой-то Джаггернаут появляется. Если так вспомнить. Да, хороший. В любом случае, любые агельщики очень хорошо смотрятся с Shadow Demon. Да, 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 да. Вот сейчас и поглядим на секретов. Думаю, это от Финнера. Задачка такая. Луну забрали себе. Прямая цель для Shadow Demon все уже. Она недоступна. А с другой стороны, Луна все так же остается прямой целью для Shadow Demon. Барат Рум. Нельзя было так говорить, да, Spirit Breaker? Spirit Breaker. Да, Барат Рум. Слышу уже, по-моему. Звенят кандалы. Да, да. Из Blizzard уже звонят. Кандалами. В микрофон, в телефон, в трубку звенят. Мы тебя слышали. Четвертый банн секрет. Я думаю, что что-то типа комбинирования с Рубиком должно быть какое-то. Не знаю, боятся ли не боятся пуджа с секрет. Пока пак. Просто банится пак. Играли очень часто Рубик плюс пудж. Здесь Угрмак появляется в дополнение к Луне. Интересно. Причем от финнам, зная их агрессивный стиль и видя подобный распик, понимаешь, что ребята могут пытаться тебя уничтожить за минут 20-25 от силы. И секрет не должны сейчас брать медленных героев, как это было, например, во время прошлой баталии, которую мы видели. Там, где просто люди не могли отбиваться, потому что у них банально медленные герои. Он разгоняется очень-очень туговатым. Появляется Дарк Сир. Да, вроде бы хороший вариант. Никс Ассасин. Фирменный от финнам. Да, интересно. И медлены оставляют напоследок еще. К тому же Дарк Сир. С кем-то бы его комбинировать. Возможно, спирита мы увидим в четверке. Земляной дух как раз. Шаду Демон в пятерке, он в четверке. Ну, это так, из очевидных вещей, которые часто появляются. Да, это неплохой вариант. Действительно. Ну, а что ты тут еще можешь так на скидку предположить? Каким-нибудь Вич Доктор тоже все очень просто сбивается. Не знаю. Если только... Вся, ты не поиграешь нормально. Если только прямо сейчас не захотят взять, не знаю, керри. В чем я очень сильно сомневаюсь. Так, ну, думают. Все еще думают. Стяжка, Эмбер Спирит. Вроде тоже Сирен Чейнс хорошая вещь туда. Ну, не знаю. Пудж тоже мне нравится у команды Сикрет. Как бы через Эмбер Спирита с Пуджо можно... Я бы не согласился на тему Пуджо почему-то. Ну, как, почему, кстати? Эмбер Спирит через Сирен Чейнс работает не плохо. То, что с Эмбером работает хорошо, это понятно. Как вот он против других героев работает. Тоже нужно это учитывать. Чьян обонит от Финн. Что Рубик будет воровать все эти крюки. Никс будет подставляться. Так, в принципе, да. И тебя подставлять. Не всегда, конечно, выгодно лететь на крюке куда-то в пятерых. Даже с включенными карапасами. Я синициировал. Это чревато, да. Тут уж как ни крути. Последний бан. От Финн все еще нуждается в центральной линии. Так, да. Террор Блейд, Тамп Ларочка. Террор Блейды сегодня мы уже, кажется, видели. Да, 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 видели. Проиграл Террор Блейд. А это тоже на тему медленных героев. Вот он тогда не смог нормально разогнаться. И это было серьезной проблемой. Банят Темпл Ассасин. Может, вообще Тинкера сейчас в Сикрит заберутся? А, нет-нет-нет, все правильно. Эмбер Спирит вроде как в центральную линию, но мы у Навит видели. Помнишь, примерно похожую комбинацию? Эмбер Спирит ушел в сложную. Эмбер Спирит, да. Добирается-таки Эмбер Спирита в четверку. Нам-дам-дам, полагали. И последний пик. Кто будет стоять против Эмбера? Аут Холд Варер все еще в пике. К слову, под Огр Мага. Под Разгонщик. Он и магией неплохо бьет, действительно. Да, где-то спасатель. И с иллюзиями дерется, очень классно. Этот вариант, действительно, один из самых оптимальных. Если же только, я не знаю, какую-нибудь... Кого? Да нет-нет-нет, это бред какой-то. Религионок разных брать. Хотя это греки, они могут... Это снайпер. Да, греки, они могут снайпера брать. Да, они просто снайперы, Огр Маг все равно. Да, с Огр Магом все хорошо. Очень сильный герой, который также разгоняется. Ну и герой, до которого не так-то просто будет добраться. Это уже, в принципе, сложная задачка. Ну и от Финэма и Сиклет. Напоминаем еще раз, эти команды идут в абсолютно равном положении в группе своей. Поэтому можно играть ничью, конечно. Но если здесь выиграть, то вы открываете колоссальные шансы для того, чтобы попасть на второе место. Ну, там вообще будет интересная ситуация, потому что, насколько я понял, учитывается, возможно, результат личных встреч. Поэтому если сейчас выигрывает какая-то из команд, то завтрашние встречи, уже если будут равное количество очков, там тоже победитель определяться будет именно сейчас. Короче, интересно. Если по личной встрече, да. Слушай, а почему мы не знаем это точно? Роман, давайте. Потому что мы с тобой плохие. Да, если так происходит, то победитель данной встречи уже, в принципе, автоматически выходит на вторую позицию. Завтрашняя игра вообще ничего не будет решать. Типа того. Типа того. Но это не точно. Как иногда дополняется. Ой, ты посмотри, какой террор-блит смешной. Как он появляется. Его еще нет. Он еще не материализовался. Ты у меня посмотришь. У тебя вообще идеально, кстати. А что это? Это я могу за локацию улететь. А, это ты сам. Ну, я могу и показать, вот что, о чем, собственно, Дмитрий занимается. Сейчас. А все, показали уже мой экран. Да, да, да. Испытываю доту на прочность. Очень миленько выглядит. А у меня продолжает раскручиваться террор-блит. Сейчас, секунду. Вот, теперь там есть еще какая-то маленькая штуковина торчащая. Да, подсказывают греки, что высокий пинг у них. Поэтому сейчас останавливается игра уже неоднократно. Давай, может быть, представим, кто на ком будет играть. Да, я думаю, пора уже полезными вещами какими-то заниматься начать. Да, у команды от Финэм. Спартан. Огр. Мак. Мадара. Луна. Так, на снайпере. Мэйби. Некст тайм. Рубик. И Скайларк. Никс Ассасин. И Сикрет. Пупей забирает себе Эрд Спиритом. Пайлайдайс играет на Шадоу Демоне. Мидуан. Это Террор Блейд. Ментал Протектор берет себе Эмбер Спирита. И Кезу будет играть на Дарк Сири. Террор Блейд, герой, конечно, хороший. Единственный момент, что у меня есть подозрение, что Луна немного быстрее разгонится. Луна, герой, который с появлением Доминатора уже очень хорошо себя чувствует. Доминатор и Драгонлендс пошли драться. Да, тут важно вообще, как получится, насколько быстро получится забирать вышки. Террор Блейд тоже может очень рано подключаться с помощью Шадоу Демона, возможно, даже в два раза раньше. И как на это будут отвечать сами от Фина? Потому что они могут и ведь подраться даже немного. Все-таки у Жука хорошие способности. Рубик тоже приличным набором обладает. Снайпер на отспаме стоит. Вот это, кстати, очень важный момент, что может просто стоить снайпер и отстреливаться. Чего не скажешь, там, откидываться шарапнелью, да, чего не скажешь про Сикрет, потому что у них спама как такового-то и нет. Можно, может, Эр Спирит камнями поспамить? Окей. Может, с собой поспамить? Один раз вас спамил и все. И до свидания, собственно. Ну, стоят. Не возвращаются еще к игре, не принимаются. Я думаю, мы, в принципе, можем поговорить в целом о положении вещей, которые у нас в турнире. Друзья, в целом, чтобы вы понимали, сейчас Европа заканчивается, параллельно идет еще Америка. Уже сыгран был Сия-регион и сыгран был китайский регион. Собственно, то, что происходит сегодня и будет происходить завтра, это уже финальный добор на Лан-финал, который с 23 по 26 февраля будет проходить в Китае, в Шанхае. И туда будет собраны 8 сильнейших коллективов. Уже из приглашенных коллективов есть Винкс. И пока еще остается интригой, загадкой, кто же будет второй командой, которая будет приглашена. Но, поверьте мне, это будет наверняка коллектив, который заслужил не бороться на квалификациях, не сражаться в групповых стадиях, а находиться сразу целиком и полностью в безопасной ситуации на Лан-финале. Без каких-либо испытаний. Вроде как дают о себе, подают признаки жизни. Слушай, мне пришло гениальное, гениальнейшее сообщение в личку ВКонтакте. Мне пишет, какая-то барышня, не знаю, с левака, понятные дела. Привет, я продаю аккаунт Доты 2, очень прокаченные шмотки, танки 10 уровня и проскиллованные танки много голды. Очень прокаченные шмотки. Это знаешь, это как по реке плывет кирпич, деревянный как стекло. Ну да. Примерно. Ты не хочешь очень прокаченные шмотки на танках? На танках в Доте 2. В Доте 2. Где голды еще очень много. Вот это известное MMORPG Дота 2. Нет, спасибо. С элементами стратегии. Умеют поднять настроение, все эти спамеры. Да, не возвращаются. Не возвращаются пока в игру. Там, я насколько понял, Spartan или кто-то, да, кажется, Spartan, он вообще винду ставил перед этой игрой, поэтому у нас была вот такая серьезная задержка. Да, именно так, наши дорогие зрители. Все это связано с техническими накладками, да, у там игроков. И поэтому, я думаю, там, это не главная проблема. То, что винду он переустановил. Если там винда голая какая-то, то там еще и видео драйвера, и видео еще что-то. Короче, кучу-кучу-кучу-кучу времени нужно тратить для того, чтобы привести игру в нормальный вид. Единственное, на что остается надеяться, это все-таки, что как можно скорее сможем починить. Да, я смотрю, команду Liquid уже внесли в список коллективов на LiquidPedia. Уже Liquid здесь, и второй коллектив из Европы ожидают. Что же касается других регионов, то из Китая к нам подъедет, конечно же, Wings, о которых мы говорили, те, которые получили Direct Invite, команда VGJ и Vig Vitality. Вот такие команды, ну и из всей региона, это TNC Pro Team, которые тоже примерно, как и Liquid, досрочно получили свой слот. То есть не то, что получили, а выбрали. Ты говоришь, получили. Типы там играют, разваливают. Очень распотелись. Вот. А ты говоришь, получили. Ошибся. Я бы уже все, я бы уже в Twitter писал извинения официальные. Я бы уже получили. Да, я пойду сейчас TNC напишу, скажу, ребят, вы понимаете, что вы получили слот? У нас, кстати, и TNC, в принципе, хорошо на WSG выглядели. И у нас есть такой же пример европейский состав Cloud9, которые до недавнего времени особо-то никакими успехами не могли похвастаться. Здесь же в европейской квалификации мне очень положение дела у Cloud9 нравится. Я немного возлагал на них надежды, с учетом того, какие сильные команды у нас собраны. Но сейчас Cloud9 находится на втором месте. И, конечно, их сместят оттуда. Безусловно, я почти уверен в этом. А вот понимаешь, это в первую очередь связано с нестабильностью многих коллективов. Потому что в Best of 3, в Best of 5 сериях сильные мира сего, они, скорее всего, побеждают. Они отжимают эти две карты, три карты, сколько там нужно. Но в условиях, когда ты не можешь отдавать ни одну карту, когда ты теряешь большое количество очков за эти отданные карты, многие коллективы просто начинают сыпаться. И мы видим, как те же Horde теряют очки, при этом толком никому не проигрывая. Те же Na'Vi толком никому не проигрывая, потеряли огромное количество очков. И так далее, и так далее, и так далее. То есть тут главное это стабильность. Вот Liquid стабильно выигрывали ничьи, выигрывали ничьи. Да, ни одного поражения у Liquid. То есть какие к ним могут быть вопросы? Да, при этом ни одна команда не оказалась сильнее, чем она. При этом целых три ничьих. То есть вроде бы тоже неплохое количество очков они могли там где-то потерять по пути. Но просто из-за того, что поражений как таковых вообще не было. Да, и больше всех побед. Пока у Liquid 4 победы. Пока у Liquid уже все, 4 победы и на этом точка стоит. А у ни одного коллектива нет такого количества побед. Там были бы, например, победы-поражения. Нет, ничего такого. У всех поражения есть, у Liquid ни одного поражения. У некоторых команд даже по 2, по 3 проигранных. Противостояние было 2. Но что касается побед, у Liquid 4 победы. А максимум, что есть у других составов, это 2 победы. 2. То есть даже 3 победы ни у кого нет. Поэтому да, Liquid очень заслуженно. Нам на многом как раз говорит. Продолжают у нас тут подключаться и отключаться игроки. Поэтому посмотрю, может быть мне куда-то в Twitter написали. Да, давай. Ты надолго не уходи только. Я совсем ненадолго. Друзья, к слову, помимо сегодняшнего матча, остается у нас еще один игровой день. И в целом закончится у нас уже противостояние коллективов на отборочных этих. Завтра коллектив от Finem сыграет против команды Alliance. И Secret сыграет против VEGA. Но это будет в обратном порядке немножко. Что касается Alliance, эта команда имеет сейчас 6 очков. У них впереди последняя карта решающая. Но у Alliance шансы, в принципе, равны нулю. Почему? Потому что у Secret и у от Finem сейчас по 8 очков. Если здесь даже... А вот там может быть результаты группы вывести как раз, чтобы было понятно, о чем ты разговариваешь. Да, давайте группу посмотрим. Если Secret сейчас какая-то из команд, либо Secret, либо от Finem выигрывают, то, соответственно, у них становится 11 поинтов. Alliance до них не добирается. В случае же, если Secret и от Finem, кстати, играют в ничью, например, а завтра и VEGA, и Alliance выигрывают, то по 9 очков становится у Cloud'off, у от Finem, у Secret и у Alliance, которые тоже в случае победы могут... Короче говоря, будет лютая переигровка. Четыре команды на втором месте. Если бы, да, кабы, да. Да, это нужно очень сильно постараться. Но VEGA кого-то плотненького так наказала по ходу этой серии. VEGA обыграла Alliance. Но там Alliance все в этот день практически обыграли, кроме Na'Vi. Na'Vi сыграли 1-1. Там Alliance с Secret проиграли, VEGA проиграли 2-0. И 1-1. Да, все, команда вернулись. Можем продолжать наблюдать за противостоянием. Или даже начинать. Да, пока что надо, пожалуй, начинать. Причем, если ты вспомнишь этот день, у Alliance было 3 матча подряд. И матч как раз против VEGA и Na'Vi. Это была вторая, третья игра. И вроде как шведы должны были там устать или показывать не слишком хорошую дотку. Но они смогли тогда отжать карту у Na'Vi. Почему это была последняя карта, если не ошибаюсь? Вот уже шестая для того дня. Может быть, может быть. Не помню точно. Тут Maybe Next Time зашел. Установил вард. Сейчас с него слетит Смок. Вот примерно такую картину сейчас тут ребятки наблюдают. Видят луну. Промахивается. Шаду Демо достанет дизрабшеном? Да нет, не должен. Сейчас Эмбер, фисты, чайные. Влетает с лимнанта и разваливает. И просыпается потом. Атомникс с карапасами, импейл в пятерых. Да, у Спартона проблемы с пингом. Сигнализирует он об этом. Скайларка, сотка, 150. Да что-то многормаги на этом пинг нужен. Бегаешь, блатластер, сдаешь. Сикрет проблем никаких. Да, у них вот 44 мулфспида и нормально. Ничем никто и на паузу не жарить. У тех 44, да. У тех 155, ладно, окей, good luck. А были времена, когда играли на U.S.I.S.T., когда все играли там со 120, 140 пинга. Такие, ну ладно, брали там паков разных. И потом ни одной кнопки не попадали. Да, это интересно. Представляю этот темп, вспоминаю точнее этот темп, который был у Dota. Dota вообще ускорилась. Очень сильно ускорилась. И скорость прожатия кнопок, заклинаний, я даже не представляю, как здесь можно. Ну, это как в кейсе, понимаешь, на каком-то запредельном пинге. Я только хотел как раз провести параллель там с Counter-Strike или с Quake или еще с чем-то, потому что там разница там в 10-20 пинга, она уже чувствуется. То есть игроки уже начинают жаловаться, мол, блин, черт побери, как так. Вот я нажал, оно не нажимается. Я не говорю уже про какие-то технические аспекты в плане там мониторов или еще чего-то в этом духе. То есть интернет действительно достаточно сильно решает. Помнится, были времена, вспомнил я про Quake, когда Quake Live еще нормально существовал, в Киеве стояли сервера. Причем вроде бы стояли они где-то здесь, где мы с тобой сейчас находимся, в этом же районе. И я просто заходил играть в Quake с пингом 1 и разваливал типов просто подчистую. И люди писали, что пинг 1, как это возможно? Это же нереально. Ты просто и серверный сидишь играешь. Да, я практически и серверный играл. Это было очень круто. А что со скиллом? Скилл подвозил иногда. Не подводил, а подвозил. Хорошие были времена, Quake. Так он актуальный. Quake Champions нет, но он актуален в онлайне. Можно поиграть. Я в прошлом году играл. И он все так же в Steam есть. Все так же там немножко стоит. В Steam это я знаю. Quake Live он вроде бы вообще бесплатный. Quake 3 возможно платный. Возможно. По-моему, Live тоже, по-моему, 4 чем-то стоит. Live он изначально вроде бы как был условно бесплатный. Потом там добавили подписку. И без этой подписки ты вообще не мог играть в нормальные режимы. Типа дуэли на нормальных картах. Этого вообще не было. А потом все, я перестал играть, потому что подвели подписку. А я был нищеброд студент. Я понял. То есть сейчас ты играешь в Overwatch, да? За миллион. А не можешь Quake себе позволить. Я его чисто на PlayStation. Не, у меня Quake есть. Я не про это. Я про то, что с тех пор просто я забил и потом не возвращался к нему. Понял. Понял, понял. Overwatch потому что мне на PlayStation было не во что играть. Я уже проходил все синглплеерные игры на PlayStation, которые вообще есть. Поэтому хотел поиграть во что-то мультиплеерное. Ты видел Resident Evil последний? Да, но еще не видел. Время дает. Я смотрю там. Twitch просто взрывался. Resident Evil очень много было. Многие говорят, что стоит в VR попробовать. В первую очередь. А так, ну, Resident Evil. Так, там пишут что-то. А, сейчас, секунду. Кого-то замутил? Размутил. Как так получилось? Расскажи эту историю. Как так вышло? Так это же та игра с Драгонайтом и Думом. А, все, я понял. Ты вспомнил? Да, я вспомнил, да. У нас до сих пор прение на этот счет. Я помню. Драгонайт, Дум. Да, я помню. Драгонайт в форме и на него Дан Дум был. Да, да, да. И по этому поводу переживал. Я всю игру переживал. Больше, возможно, чем тогда они были не от Финнам. Все, готовы. Готовы. Надеюсь, что без проблем будет в дальнейшем. Уже как-то мы заждались эти коллективы. Я бы уже Дотку посмотрел с удовольствием так-то. Да, мы опять же говорили, что в плане Доты это очень интересное противостояние. Один другой коллектив является наипрямейшим конкурентом своего визави. И поэтому, конечно, сражаться надо. Обидно будет, если они в ничью закончат. Потому что, по сути, ничего не решится. И завтра, может, тоже ничего не решится. Но зато у нас будет больше Доты. Это да. Это всегда хорошо. Так. В центре. Снайпер Огромак. Сильнейшая. Двойная линия. И сейчас так вместе со Спартаном идут разминать импид. Посмотри, как ему больно. Как его бьют. Очень. Очень неприятно. Спартан вообще на флейнгард не реагирует. Первого уровня. Ставить себе этот флейнгард. Спартан очень плотный. Так особо и не пробить даже этой магической штучкой. Возможно, ему только лучше. У него там дубинка по пути кэмберу еще больше воспламеняется. Бах. Что ж ты? Два крипа, герой. Он трес тебе по темечку опять трес. Смотри, он дальше пойдет. Смотри, смотри. Ладно, по тебе не получилось. Причем, знаешь, эта анимация настолько вообще упорота выглядит. Смотри. Треть. Да. Еще во времена саммита Virtus.pro активно использовали Огармаг. Говорили о нем. И вот они использовали слово сосиска. То есть ты идешь, просто этой сосиской бьешь своего оппонента. Ой, тут классная комбинация была. Вот Пайлайдая и Пупея. Очень круто исполнили. То есть мы говорили в свое время про Алишрака, да, и Шеду Демона. Про то, что достаточно просто. А тут, мне кажется, чутка посложнее. Что через Роллинг Болдер вкатывался прямиком в появившегося из Дизрапшина героя. Классно. Скайларк, кстати, с Квилинг Блейдом добивает крипов против Террор Блейда. Квилинг Блейд, Террор Блейд. Да, ну вроде бы нормально стоит. Щиток очень неплохо помогает против Мидуана. Даже вот в дальней форме. Хотя вот размениваться по здоровью с руки, это не слишком приятно. Так как у Террор Блейда в два раза больше брони. А, там МП с Партом разменивается по здоровью. Но приходит сюда Эр Спирит. Приходит он не просто, а даже прибегает. Потому что есть у него Хейст, Руна. И спокойненько забирают наглого Огар Мага. Очень далеко он зашел. Бежим Флэйм Гвардом от МП. Хорошенько так подожгло Огра. И, пожалуйста, второй фраг для Сикрет. А вот тут самое неприятное. То, что даже при имфе о том, что Эр Спирит ушел, от Финнам ничего не могут сделать на нижней линии. Они такие, ну, ушел герой. И все. И стоят дальше, смотрят. И только крипов бьют. Немножко, конечно, выдыхает Рубик. Так как он первая цель на этой линии. Но Луни плюс-минус по барабану. О, тут опять Огар Маг в центре. Неожиданно. А, и без перетяжки от Земельного Духа. В принципе, делать нечего. Здесь будет МП. Вдвоем ты, ну, двух этих персонажей ты не поубиваешь. Если где-то ты со Спартаном будешь размениться по здоровью, надо понимать, что так тоже тебе наваливать будет внизу. Комбинация. Ой, хороший булыжник. Сразу же по двоим попадает. Пупей. Ну, там почему-то... А, Дарксир просто очень мало здоровья было. И маны тоже не было. Да и вообще так распределили урон. Так в итоге и никого не добили. Но зато неплохо выбивают Реген. Там в это время Спартан в центре забил сосиской МП. Потому что начинается солидное сжение. Вроде бы вдвоем стоят, да? Вроде бы опыт делят на двоих. Это неприятно. Смотришь на Атагу. Атага четвертый уровень. Как дела идут у МП? Та же история абсолютно. Он вроде в соло стоит здесь. И фраг делал. Но по уровню проседает. Ну, так. Хорошо себя чувствует. Там за Атагом крипы выехали. Сейчас очень неприятно. Руна еще появляется, к тому же, и не вверху. А внизу это руна невидимости. Очень неплохой шанс для Пупея еще разочек ворваться куда-то в центр и попытаться сделать фраг. Либо остаться внизу. И сделать фраг внизу. Пупея вообще пошел по лесу пройтись. Фраг можно сделать где угодно сейчас. И герой просто очень хороший у Пупея. Руспирит. Мадара аккуратно пока держится. Стоит под вышкой. Пайлайт дай. Успеет ли спрятать? Да, успевает спрятать. Сюда сразу же идет телепорт. Моментально тяжко. Но в принципе так бы приходилось сюда. Да, да. Пришлось чуть-чуть просто больше поторопиться. Что по регену. У Мадары уже есть и Кларики, и Хилинг Селф. Поэтому на линии он будет оставаться спокойно. Пупей уже появляется в центре. Вкатывается на тага. Много урона от Айншела. Очень много урона было от Айншела и от Флэйм Гварда. И сейчас только Спартан, наверное, выживает. Да, тут тоже Хилинг Селф. Болдер через секунду. Пупей. Готов ли катиться за Спартаном? Так. Конечно, готов. И чины будут? Вот так вот. Отлично Пупей еще пододвинул. Этого Огромага. Нужно добивать, конечно. Потому что под Бладластом еще и убежать сможет. Четвертое убийство уже. Вот Секретов. И в Мидуан Скайларка забирает еще на своей линии. 5-1. Тут разгоняются секретные. Да, и видишь, обходятся посредством минимальной помощи. Я вообще молчу про то, что наверху происходит то, что Скайларк умирает в Солянова. Просто один герой. Один герой перемещается то в центр, то вниз, то в центр, то вниз. И практически каждое его перемещение заканчивается результативно. Это Пупей. Нет, по-моему, Пупей. Да, и поставили такого героя, который может стоять самостоятельно. Он вообще не требует внимания саппортов на себя. Ну, против Жука, да. Да, если бы против Мидуана стоял, например, кто-то посерьезней, там, я не знаю, любой герой посерьезней, то, естественно, к Террор Блэйду пришлось бы помощь вызывать. Ну, да. Ну, в итоге, как видим, распик был сделан таким образом, чтобы Террор Блэйд стоял самостоятельно. Ну, и опять же, два саппорта уже такие гуляющие роли отчасти получают. Видимо, Спирит постоянно перемещается по линиям. Уже и Пайлайдай где-то начинает ходить. Смоук вместе с АМП используют. Угу, да, вот они побежали. Пошел вардить Пайлайдай. Там наверху тоже что-то интересное намечается, потому что идет нападение на Террор Блэйда. У Скайларка есть Импейл, он им попадает. Чем дальше пробивать? Заканчивается действие Игнайта. Скайларк, мы видим, получает от Пупея, уходит в Виндетту, возвращается за Мидуаном. Тут же будет и Файр Бласт, и Игнайт. Нет, скорее всего, просто будет Игнайт. Нет, Файр Бласт. А там Рейндропы. Рейндропы очень круто помогают. И тем не менее, получается добить этого товарища. Да, но параллельно забирают снайпера, который сюда тоже перетягивался. А ты что там делал, снайпер? А тут сразу три героя выбило этого снайпера. У тебя в Миде крепы мрут, а ты тут бегаешь. Не мог, не мог брать с товарища в беде. И в итоге погиб. Ну что, Спартан, Пупея гонится за ним. Спартан уже один раз забрали. Ну, так, конечно, руками. Такое оружие не было, Спартан ты не заберешь. Вот Солкетчер, это уже смотрится поинтереснее. И Пупея уехал. Далековато. И Спартан. Пытался уйти отсюда. И ему все демон примерно так же сейчас за попытку телепорта. Спартан еще и пинают здесь, Пупея. Вот, отталкнул его. Но забрать фраг все равно смогли. 7-2. 7-2. Так, возвращается к себе на линию. Да, но если по криповиению конкретно посмотреть, то мы видим то, что все, кто должны были бить крипов, их били в более-менее равном количестве. Единственные, кто вообще этим не занимался, это как раз суппорты и одного, и второго коллектива. Так, MP, Скайларк. Обрати внимание, где находится Скайларк. Вот MP сейчас главное в Флэймгуард не подрубать. И все. Могут ли успеть через Ассасинейт забрать? Хватит ли урона? Это вопрос. Они его убьют, если он подрубит сейчас Флэймгуард. Вот, он подрубает. Виньетта. Да, простенько все вышло. Да, да, да. Даже нет, она бился Ассасинейт. Вот это доля просто секунды оглушения. На первом уровне Карапасов это всего лишь полсекунды. Но этого достаточно для того, чтобы MP успеть выдать. Если игрок конкретно ждет нападения на себя, вот он прям сидит и он на пределе концентрации, он, конечно, успеет отреагировать. Там в это время наверху Тарарблейд забрали через прокаст Мадары. И Сандер не успел использовать Скайларк. Вовремя потянулся сюда. И обрати внимание, Скайларк. Как мобильно получилось, он сделал фраг в центре на важнейшем персонаже. Он перетянулся в верхнюю часть, чтобы сделать там фраг. И в итоге двух коров теряют секреты. Это нормально, так по золотишку. Да, Скайларк хорошо очень идет. У него 1200 монет после, 1300 считай, после того, как он купил Аркантапки. И у него уже есть Виндетта. То есть он может выйти на линию сейчас, попытаться забрать Пупея. Если бы с ним снайпер рядышком находился, это был бы вообще идеальный вариант. Это из разряда, то, что мы привыкли видеть, с инвокером комбинации. Тоже можно издалека просто ассасинейта заряжать и пусть он там себе расстреливает. Тут еще просто все с рейндропами бегают. Такие потные. Посмотри, у одного рейндроп и у второго рейндроп. И у третьего рейндроп. Три героя с рейндропами. Внизу нашли. Повесили солкетчер. Тут вообще без шансов для саппортов от финнам. И начинают толкать нижнюю линию. Должны забирать вышку без проблем. Медвана. Метаморфоз здесь только недавно был включен. Вполне может быть, что дальше пойдут. Сикрет. Способность очень полезная. Линия толкается неимоверно быстро. Да, и в итоге получается у нас что? Получается то, что в центре сейчас Огрмак. Вместе со снайпером начинают ломать башню. К ним приближаются сразу же два героя. Один сверху, один снизу. Два духа. Земляной и огненный. Нормально внимание на себя стянули. И видим, что Мадара вместе со Скайларком в это время толкают и один вверху. Знаешь, какая штука? То, что тут вышку толком не пробили в центре греки. На верхней линии тоже не смогли донести. А вот внизу к ним уже к Т2 даже смогли подобраться. Хотя мы видим, что перетягиваются они своевременно. Могут забрать Дарксира. И могут забрать также Шадоу Демона. Тот прячет себя. Я думаю, от снайпера это не особо сильно поможет. Естественно. Но спасли жизнь Медвану. Преследовали эту цель. Трарблейд со старта получил очень много урона. Ассасинейт в него разрядили. И вынужден был бежать отсюда Трарблейд. Ну и вот он Жук. Сейчас, буквально через 40 секунд, посмотрим, на что он будет способен. Если сейчас Кайларку отдать еще буквально 2 пачки крипов, то он вывезет себе быстрый блинк Дайгер. Он сможет добираться с больших дистанций до этих Трарблейдов, которые будут вдалеке стоять, пока у Трарблейда не будет БКБ. Ой, Медвану прилетел. Хадукин. Осталось 260 хитпоинтов. И этот Жук может быть серьезной проблемой. Ты можешь сам нападать, можешь сам с него начинать драки. А у Адфином с этим как раз есть небольшая проблема, потому что не хватает инициатора. Возможно, именно по большей части этим обусловлена покупка именно блинка первым. Или это не блинк? Нет, нет, это не блинк. Это Мидас. Скайларк передумал. Он берет себе Мидас. А вот теперь-то без инициации. Может, уже не так хорошо все будет идти? Ну, до этого он без даггера инициировал. Нет, до этого он инициировал на одиночные цели. А если драка какая-то будет начинаться, что ему делать? Пешком бежать? Ну, видимо, решили немножко игру подзатянуть. Есть, опять же, кому фармить. Здесь будет Снайпер и Луна фармить. Мы понимаем, что где-то кормиться все равно придется Никса Сасси. Не такие уже сладкие цели с уровнем будут. Сейчас Никса поймали. Прячут его. Синчейнс украл Рубик. Помочь своему партнеру по команде никак не могли. Очень быстро Скайларк забирают. Кстати, как думаешь, чем обусловлена смерть возможная была Пупея? Пупей выживает, получает демони Курдж Мадара и умирает. Вот, слушай, мне это не нравится. Мне не нравится смерть Никса и приобретенный им Мидас. Но, ладно, Мидас еще, это нормально на Жуке, там пойдет более-менее. В целом, мне нравится то, почему вот Луна так умирает сейчас на верхней линии. И это дает некий толчок Террорбейду к тому, чтобы начинать пушить. Да, и Луне не так-то просто против Террорбейда бороться. Мы понимаем, что огромное количество иллюзий, и оно впитывает в себя урон от Эклипса. Ты так в одиночную цель не выпишешь 5-6 ударов. Теперь интересно, как ты думаешь, почему Эмпи и Мидван поменялись ролями? Именно Мидван стал в легкую линию, а Эмпи стоит в центр на Эмберспирте. Это просто предпочтение по героям, по твоему мнению? Мне кажется, что... Чем это вообще обусловлено? Да, я тоже нахожу это немного странным, потому что вроде бы и Эмбер это конкретно Мидловый герой, и Мидван вроде как хорошо исполняет. Но в данном случае, видимо, конкретно привязка к персонажам. Причем подозреваю, что это больше связано с Эмпи, нежели с Мидваном. То, что этот товарищ на Эмбере решил сыграть. Дарксир уже почти с грифсами, если это будут грифсы. Или, может быть, тоже себе Блинг захочет купить. Не знаю пока. Так, в четвером центральная линия от Финнам находится... Смотри, Скайларк вообще... Ну, даже в четвером... Что, что, что? Где пятый? Пятый где? Это все здесь? Все здесь, да? Все, вижу, вижу, да. Пять счет Скайларк в невидимости. Все, вижу. Вот сейчас подходит Кезу. Очень осторожно подходит. Спартан не очень осторожно подходит. Вообще нет смысла осторожничать. Никто ему ничего толку не делает. Скайларк ждал момента, видимо, когда будет инициация Вогармага. Чтобы сразу же атаковать из Вендеты и подкоп дать. Но видим, что Сикрет не решились на этот мув. Так, кстати, тоже немножко подсмотрел, чем занимались Сикреты. Тоже приобрел себе Рейндроп. Возможно, это также связано с тем, что не хотел он себе брать плюс 4 маны в секунду в качестве первого таланта. А больше хотел именно скорость атаки. А, пожалуй, пожалуй. Спартан в центре. Так, стоит под вышкой, типа, давайте, идите на меня. Эмпи тем временем забирает Луну и забирают ее внизу. Выходит втроем на нее Кезу, Эмбер Спирит и Пупьей. И начинается пуш нижней линии. Большая пачка крипов идет сюда. Надо перетягивать силы Адфином. Потому что вышка уже потихоньку страдает. Тот же Эмбер Спирит может спокойно быстро пачку крипов забрать и уйти отсюда на ревна. Так он и делает. Использовал Сиренчин, использовал Флеймгард. И вместе с крипами начинает пушить линию. В целом, очень интересное решение от Адфином по затягиванию игры. Потому что выступать в лейтгейме против Террорблейда, Эмбера, Дарксира и Шадоу Демона, это может быть не самая лучшая затея. Эмпи могут сейчас зацепить. Только вот тут не хватает урона. Там, хотел сказать, еще и рейндропы есть. Рейндропы, видимо, уже давно выбили. Да, Вейл у него уже готов. Следующим артефактом Бутсов Тревел. Естественно. Вот, теперь Адфином перетягиваются вниз. Я вижу тут уже четверых парней. Захотят ли Секреты драться? Верхняя линия достаточно близко к вражескому Террорблейд. Террорблейд может там немножко погулять. Только добираться туда очень долго. И видим то, что тут отправляется туда Дарксир от Кезу. Тем временем греки кушат дядинг внизу. Да, греки значительно быстрее добрались до вышки. Вот сейчас... Ах, уж хотел сказать, Павел Адай, тут вард придет поставить. Нет, у него нет вардов. Просто пингуют сейчас, что нужно будет защищать вышку. И, видимо, Адфином готовы защищаться. Никс Ассасин приобретает поинт-бустер. Видимо, решил вообще от Блингдагера отказаться. Либо же через поинт-бустер пойдет. Знаешь, бывает такое, что покупают себе какой-то полуартефакт. В частности, поинт-бустер это очень популярно. Берут его и потом уже собирают даггер, а потом собирают себе какой-то агодин. Ну вот на Жуке я не знаю, насколько это тоже целесообразно. Это тоже странно, что Жук он сам по себе плотный. И маны вроде бы хватает за счет аркан-тапок. Ну, в целом, да. В целом я с тобой согласен. Но даггер тоже был бы не лишним. Да, да, да. Блинг реально был бы неплох. Хорошо. Дальше. Мадара. Мадара фармит. С Доминатором, с Грижным Вандом, Рингу Факвила. Естественно, далее будет Драгон Лэнс и так далее, и так далее, и так далее. Три из четырех лучших нетворсов за греками. Это весьма показательно. Но также показательно то, что Мидван на первом месте. И это ведь Террор Блейд вместе с Шэдоу Демоном. Это очень опасная связка. Конечно, у Атфином неплохая комбинация из керри-героев. Это Снайпер и Луна при качественной сборке. Вот у Снайпера появляется уже Майл Штром, как раз хотел про него рассказать. И Луна, ну, просто Луна, потому что у нее есть Глоевые, они очень неплохо борются с иллюзиями. Там в мид-гейме, в лейте, они будут очень классно уничтожать большое количество иллюзий. Не важно, сколько их там будет. Да, да, в этом плюс, безусловно, есть. Ну, и пока не очень понятно, как вообще будет протекать драка одной другой команды. С чего все будет начинаться, с инициации какой-то в одну цей, либо же драка 5 на 5. Одной другой команде нравится. Потому что Террор Блейд по-любому хочет дойти до Лейта. До Лейта, когда ты этому герою мало что делаешь. У него будет достаточное количество здоровья, статов, чтобы было более-менее комфортно. И ты был уверен в том, что Сандр вовремя используешь. Та же история примерно с Луной. Да, она, конечно, немножко раньше начинает разгоняться. Но Луна-Снайпер тоже. Ребята, которые, если, например, начнешь защищать вышки против них, не факт, что они именно хотят пойти подраться. Мне почему-то кажется, что все-таки хотелось бы каких-то серьезных слотов набрать той же Луне. Тот же Мотостайл нужен. Вижу, появляется Драгонленд с тем временем. Да, все с Драгонлендсами. У Мадары, у Тага, у Террор Блейда. Только Эмберспирит, наверное, себе Драгонлендс не приобрел еще. Не знаю, было бы странно, если бы он у него был. Рубик, кстати. Вот, Maybe Next Time. По-прежнему. Просто из-за того, что не было нормальных Драг, мы еще толком не видели там суппортов, да, в действии. Спартан вначале там бегал, лицом торговал. Сейчас, конечно же, все остановилось. Рубик уже давно нигде не фигурировал. Точно так же и Эмберспирит. На старте игры очень крутой темп задал, но вот потом игра очень сильно приостановилась. Так, Пупей, кстати, на 10-ом себе взял. Плюс 4 к броне. Будет танковать. На Террор 2 тут уже нет. И из возможных целей команды Сикрет остается только Террор 2 там в центре и на верхней линии, естественно. Потому что Рошан также был недавно убит греками. Да, но, к слову, греки забрали всю первую линию строений. Но это было бы странно, если бы в пике с Луной и тем же Снайпером не добраться до Т1. Не спушить их в бою. Стройники особо ничем не рискуют. Расстояние атаки вот этого же Снайпера огромное. Луна тоже бьет с большого... Ну, не с большого, но с нормального. Более-менее безопасно. С Драгонлэнсом уже даст. С нормального. Опять же, под протекцией Снайпера, который рядом у Громага. Понимаем, что не так-то просто этого героя зацепить. Смотрю, иллюзия. Тарарблэй двоевит с Угромагом. С Угром-чародеем, прошу прощения. Мадара забирает себе вожака волков. У него 200 с руки, 200 с копейками. Ну, Глэвы уже в 4. Да, фармить, просто фармить. И все. За счет эгиды на вас точно никто не полезет. И вы можете спокойненько, безопасненько фармить. При этом Эмберу достаточно неудобно сплитпушить. Потому что там есть Никс, потому что там есть Рубик и Огрмаг. При последовательном использовании заклинаний, эти три героя могут его держать под оглушением, не знаю, секунд 6-7, наверное. Вот сколько получается? Там 2,25, там тут 4, у Жука и еще получается там двушечка и здесь 2,8. Ну, да, нам все 10 можно постоять. Если еще у Угром мультикаст сработает. Толкают иллюзии по центру. Начинает работать Пайлэй Дай плюс Мидван. Монтастайл уже есть у Тарарблэйда. Ну и вот так работает Снайпер по иллюзиям. Крепы, конечно, пушатся. Деньги Мидван, конечно же, зарабатывает. Но сказать, что где-то он строением наносит какой-то урон, нет. Поэтому не можем, его просто не допускают. Да, Никс Кайларк в невидимости. Скайларк в невидимости, но сейчас он находится под центрячком. И нет, тут никакого обсервварда нет. Поэтому Жука перемещения не наблюдают. Только вот иллюзии сейчас обнаружили Мадара. Скан использовали Рейденты. И увидели на этом скане Дарксира. Две минуты до исчезновения Эгиды. Обратите внимание, как близко друг к другу держатся. Адфинам, как они не хотят драки. Где-то там один, два, пять. Не очень им это нравится. Ну и вроде как, даже где-то на линии выходя, держатся кулаком. Ну, можно перейти к стадии пуши на самом деле. У Луны уже имеется Яша. У нее уже есть Драгонлендс. Конечно же, у нее есть Эго, что очень важно. Да и Снайпер тоже с большого расстояния наносит много урона. По героям, по крепам и по вышкам соответствуют. И опять же, все это бафает Угрмаг. Так что, как раз для пуша вроде как все в порядке. Пожак волков есть, в случае чего с аурой. Да, и вот так вот начинают ломать сразу же башенку. Как там? Вот так вот. Вот так вот. Башня разваливается. Эмбер даже не успевает никуда подойти. Ни к каким строениям там, ни в центре, ни внизу. И поэтому пуш от Финнам получился весьма неплохим. А, естественно, Сикрет ничего другого, кроме как просто стоять не остается. Подходит Угрмаг установить вард. И его убивают. Вард, естественно, также снимут. Да, простейшим образом через Вейлов, Дискорд, Эмбер, Спирит. Моментально стирает Угрмага. Ну и, конечно, Сикрет не должны были это прощать. Уходят ближе к центральной линии. Может даже к нижней. А от Финнам у них есть еще цели. Т2 в центре. Это Т2 внизу. Нижняя линия вообще пропушена очень сильно со стороны Сикрет. Да, ну видишь, просто все уходят в еще дальнейший фарм. И из-за того, что на карте кроме фарма ничего не происходит, из-за того, что команды не прибегают к каким-то различным стратегиям фарма, да, это более рисковые формы, нет. Все все делают одинаково. То графики, по сути, и держатся на одной и той же отметке. На отметке в тысячу полторы преимущества команды Сикрет. При этом количество Мидосов там тоже вроде бы похожие. Да, вот по одному Мидосу у каждой команды. Один у Пупея, один у Скайларка. Так что тут тоже разницы никакой нет. Да, Скайларк, кстати, собрал Аганим себе. Да, все-таки собрал Аганим. И следующим артефактом будет Линзу собирать Никс. Что это за подкоп будет, я боюсь даже тебе рассказать. Ну вот видишь, Скайларк верно все сделал в один момент, когда там не покупал себе эти блинки. Потому что он ему просто не нужен. Последних минут 15 он ему вообще не нужен. Это верно, это верно. Игра очень пассивная стала. Игра и была, кстати, очень пассивная. Смотрю, тут до 13 минуты вообще ничего толком по графикам-то и не происходило. Нет, там были просто взаимохорошие ганги. Там Пупей ходил тогда с центра на нижнюю линию и обратно. Делал несколько минусов. Там Жук умирал тогда, я помню. Преимущество было что-то то ли 4-1, то ли 5-1 в пользу команды Сикрет. Вот, собственно, в пике где-то там они 2000 всего вели. Но это всего-то 2000. Дакер появляется у Рубика. Полезно. В принципе, да, под инициацию где-то было бы очень даже неплохо. Все опаснее и опаснее Эмберу на линии находиться. Если раньше только Ник смог его там, знаешь, как-то скрытно выловить, то сейчас Рубик может банально прыгнуть ему в лицо и подловить телекинез. А дальше, опять же, чейн станы и до свидания, Эмбер. Поэтому он в основном фармит вот в этих зонах, в двух, чисто в лесных. Линии все отталкиваются Мидваном и его иллюзиями. Так что он зарабатывает деньги, зарабатывает Шаду Демон более-менее. Нейтроблейд, видим, уже после Манта Стайла приобретает себе Блэкинг Бар. Летит он в Мидвану. Хорошее решение. Тоже вроде как на драку, понимаешь? Артефакт не для фарма, это точно. Да, определенно не для фарма. Возможно, просто Сикрет сейчас готовится к войне и в ближайшем будущем пойдут драться. В момент, когда появится следующий Рошан, хотят быть готовыми к сражению. Чтобы не оказалось каких-то слишком-слишком жадных решений. Луна тоже, к слову, приобрела себе Блэкинг Бар, 700 монет сверху есть у Мадары. А Пупей приобрел себе Блинг наряду с Рубиком. Да, да, да. Повторяют друг за другом. Повторюхи-мухи. Скайларк, Вендити, вся команда под смаком. Готовы, наконец-то. Созрели греки для того, чтобы подраться. Но Скайларк пока проверяет налево-направо, никого нет, извините. И Курьер Рэдиан погиб. Забрала его иллюзия Террор Блейда, как я понимаю. Возможно. И там лежали варды. Три штучки, Центрички 2 и Обсервер 1. Да, Террор Блейд иллюзий. Хитрый. Коварный Террор Блейд. Вот, кстати, видят сейчас Обсервер. Снимают. Новых Обсерверов, я так понимаю, нет. У Адфинам сейчас. Верно же? Да, да. Новых вардов нет. Поэтому сейчас будут вслепую действовать. И вот они засели под своими вышками. Тут уже идут иллюзии на разведку. Закопался Скайларк. Летающая кучка. Ну, благо здесь Юлов нет у нас. Юлов, Торнадо. Да, очень выглядит прикольно. Аватар Канигса Ассасина, когда он закопан. Просто куча. Нормально закопался. Видим, что ничего в итоге не происходит. Стесняются в Сикрет заходить где-то пушить. Не очень уверены в своем Террор Блейде. Сикрет просто не могут отправить иллюзии вперед. Потому что иллюзии быстро умрут об снайпера. Не могут использовать это как-то постоянно. Эту тактику бесконтактного боя. Потому что там тоже ребята не лакомшиты. Могут и наброситься. Плюс этот Никс. Очень опасный. Со своим импейлом там на тысячу рейнджи будет. Под кучкой, конечно же. Там 1225. Это очень далеко. Да. А Террор Блейд у нас что получается? Берет алтимейт орбы себе. И это будет, естественно, на стае в скаде. Эмбер покупает Блэкинг Бар. Так как количество контроля у противника крайне высоко. Уходит на базу святы. Не использует Сикрет. При том, что драк вообще не состоял. Ну, не происходило. Уже очень долгий промежуток времени. Да, да, да. Все просто фармят. Ну, вот сейчас видим, что чуть-чуть Сикреты по итогам этого фарма выигрывают. Там какую-то тысяченку себе заполучили. Это немного. Совсем немного. Волк заходит, проверяет Рошана. Видит то, что Рошан уже стоит. Пайлайдай, кстати, на фоне происходящих событий ничего не решил такого экстраординарного делать. Пока линза. Вообще, Аганим. Аганим на Пайлайдае вот в данной игре, мне кажется, must have. Если так подумать, против Снайпера, против Луны, это просто лучшее, что есть в Доте. Да, на самом деле так и есть. Ну что, на скане попадается только что команда Сикреты. Эмбер Спирит разминает Мадару. Они подходят к базе соперника. Прям удивительно. Но, тем не менее, Сикреты выбираются. Во Вражеский лес у меня есть подозрение, что это долго не продлится. Сейчас немножко протолкнут линию. Ампи там подразмял немного и разворачиваются. Уже отходят назад. С одной стороны, Сикреты тоже решают, наверное, что рано драться. Потому что там Скади того же на Медване нет. С другой стороны, ультимейты уже как-то прям заждались, когда их будут использовать. Да, слушай. Вот сейчас, кажется, кто-то психанет. От Финнам выходит наступление. Медван убегает, кажется, в правильном направлении. Кезу. И заходят в пещеру Крашану Мадара. А тут уже готовы принимать парня. Скайларка заметили. А детекшн вообще есть у парней? Или его просто решили обойти стороной? Говорят, давайте, ребят, мы не будем обращать на него внимания. Там гем есть. Нападают со спины. Нападают на Огрмага. Его очень быстро убивают. В дизрапшине Мадара. Подрубает Блокинг Бар. Скайларк. Копает иллюзии. И все. Да, двойное убийство. Минус Рубик. Минус Огрмаг. Утимейт в Медвана. К слову, у него есть Сандер. Поэтому можно его использовать будет. Слушай. Где умирают герои? Почему они умирают? По рецептам Йолнир, вот опять умерла курица у Атфином. Просто развалили. А что поделать? Медван Психонок, кстати, Сандер использовался со своим тиммейтом. И у Гормага немножко. А, не у Гормага, точнее у кого там. По-моему, у Кезу немножко здоровье украл, да. И выходит на Рошана. По сути, если так посмотреть и не обращать внимания на урон Луны, потому что это единственный герой, который там реально сражался, то остальные персонажи не сделали вообще ровным счетом ничего. Медван Дакбе даже не использовал в этой драке. Это неинтересно было. Очень неинтересно. Это было настолько неинтересно, что драки, по сути, как мы на экране, толком и не видели. Но умерло три героя. Вообще непонятно как. Ну как, понятно, потому что они крайне немобильные. Это там, у Гормага, а Рубика, видимо, просто зацепили. Он не успел там со своими блинками выпендриваться. Палай, да, немножко размяли. Забрали его. Немного здоровья у него. Ну и что, Атфирм отходит на свои позиции. В итоге потеряли Рошана. Секрет. Игровое преимущество после выигранной драки. Игровое преимущество после забранного Рошана. И сейчас копейки Мидвану остаются до покупки с Катей. Я думаю, что Секрет попробует где-то толкать линиями. Там Арфой здесь через 40 секунд как раз откатится. Мидван где-то восстановит себе запасы маны и пойдет в атаку. Ну, это было бы логично. Да, и все еще копится. Да, Герцентр. Когда просто будет та критическая масса, которую Секрет посчитают необходимой для того, чтобы зайти на базу к противнику. Сейчас они ведут нам в районе 10 тысяч. Это, естественно, далеко не предел. И Атфинам в роли догоняющих, какие решения захотят предпринять. Вот на что будет расчет. Не считают ли они ошибкой то, что в свое время решили затянуть эту игру? Они ведь сознательно затягивали, потому что Скайлор купил себе Мидас, потому что остальные герои тоже ушли фармить вместо того, чтобы больше активничать. Ну, Снайпер страшный в вейпгейме. Луна тоже страшная. Сказать, что просто так зайдет Эррбейд своими иллюзиями и спушит базу, я не могу. Нет, он не зайдет, он не спушит. Просто со временем могут появиться такие артефакты на героях, которые на корню будут уничтожать кого-то. И я в первую очередь говорю, например, про агоним на Шадоу Демоне. Потому что агонимный Демоник Пурдж, он будет вырубать Снайперу и хедшоты, и тейк-эймы, и будет этот мелкий стрелять в два раза ближе, чем он обычно это делает. Это реально очень страшно. Страшно. Луна тоже, которая не имеет там ни Глэйвов, ни Лунар Блэссинг, ничего. Это реально опасные вещи. Если Пайлайдай в один миг решит, что агоним лучше, чем тот же Блинк Даггер, потому что линза есть, ты уже сможешь с большей дистанции использовать Эмоник Пурдж. Он и так далеко кидается очень. То есть это реально интересно. Начинают с памяти иллюзиями центральная линия Пайлайдай. Будет постоянно делать иллюзии из Трору Блэйда и сюда их отправлять. Ну и Мидван попускает иллюзии по верхней линии. Тут Манта Стайл есть, не будем забывать, да, включает еще и Манта Стайл. В итоге три иллюзии вверху остаются. Начинают толкать линию. Ну и на позициях стоит тот же Эмпи, в случае если кто-то подойдет. Просто забирают очень так банально и просто падает Т2 вверху. Ну вот видишь, сейчас в центре можно то же самое сделать. Секрет просто в момент наличия эгиды они пошли и забрали внешние вышки или хотя бы попытались это сделать. Там, кстати, у Луны могут быть проблемы внизу. Мадара, БКБ-тапаут есть, так что нормально. Нет, так особенно, конечно, Эмпи в соло не пробьет. Конечно, конечно. Но вот приходит Пайлэйда и с иллюзиями уже поинтереснее. Манта Стайл использовала Луна, прячет ее с огромнейшего расстояния. Эмпи пойдет лет дальше, дает еще и ультимейт. Мадара вынуждена использовать ультимейт, но в пустоту. Ну да, вот просто минус БКБ, минус ультимейт. Да, у Шадоу Демона тоже минус ультимейт. Но тут еще и вышку потеряли от Финнам. И сейчас они потеряют святыни, так как их уже можно разрушить. Вот такое чувство, будто Сикрет просто катают сейчас греков туда-сюда. И все идет по плану именно Тим Сикрет. Да и греки не особо так что-то проявляют. Ну, вышли немножко под фармой чуть-чуть, ну и все. Они без инициативные, вот и все. Они просто сидят на базе и ждут, когда к ним придет противник. Возможно, у них есть какой-то суперплан по порабощению этого мира. И они говорят, что не-не-не, все нормально, мол, Сикрет ничего нам не смогут сделать. И вот этот Террорблейд, который на 6000 обгоняет снайпера, он тоже ничего не сможет сделать. Тогда все хорошо. Тогда я поверю, что вот их решения, они неправильные. А, Террорблейд спушил две вышки, забрал одну из святыни, Мидуана, и идет дальше укрепляться. У него уже есть Игл Сонг. Немного совсем остается золото, чтобы покупать, по этим темпам так точно, чтобы покупать себе Баттерфляй. Как тут по Манки Кинг Барр, снайпер уже себе бросил быстрые покупки. И я смотрю, и Луна, Луна нет, Луна в бабочку идет. Так, ну, снайпер будет за МКБ отвечать. И вот, наконец-то, от Финнам, как только, как только Никс Ассасин приобрел Блинк Даггер. Он мог это сделать 20 минут назад. Но без Аганима. И без Мидоса. Без Мидоса, без Линзы. Так, Никс Ассасин в невидимости входит прямо под Вардом. Никса видит, сразу же получает камень, ультимейт пошел. Лотшадо у Демона, хорошая стяжка. Правда, контроля по ним нет. Только сейчас прикатывается Эр Спирит. Много урона вносит также Эмпи. Должны забирать Огрмага. Это минус 3 от Эмпи. Уже и с тагом начинается размениваться по здоровью. Но здесь есть Пупей. И снайпера заберут. БКБ закончилось. И очень быстро с ним справляются. Это ультра килл для Эмбер Спирита. И простейший такой выход. Мадара отсюда убежал. Мадара оттушивает центральную линию. По крайней мере, пытается защититься. И все. Видим, нет 4 героев. Байбек есть. У снайпера байбек есть. У Огрмага. Ими там морфозит через... Через 8 секунд. Это значит, что вы либо делаете выкупы. Первый пошел. Второй не будет делать 100%. Там всего 15 секунд. А неважно, делаете вы выкупы или нет. Бабочка летит Медвану. Летит Медвану бабочка. Сейчас этот Трэллблейд начнет просто как из пулемета расстреливать в строение. Он уже это делает. Да, глифортификации прожимает. Тучины. По двоим. Камень. По двоим. Эмбер входит. Также в двоих. Мада раздувает. И тагу тоже ничего, наверное, не светит. Пожалуйста, с бабочкой. Что со Спартаном происходит? Все. Я просто... Я разочарован. Вот серьезно. Не ожидал от Финнам подобных решений в течение этой игры. Это очень странно. Где-то я с тобой на самом деле согласен. Потому что... Ну, видно было. Просто не в стиле греков это все. Да. Очень долго так затянуто. Понятно. И не в их стиле, и не против Сикрет. То есть это ведь тут решил закопаться прямо в вард. Возможно, он пытается его вырвать с корнем. Угу. Пока не получается, да. Иллюзия. Бьют вышки. Бьют казармы, точнее. Центр снесли. И Трэллблейд с компанией отходит. Медвана через 80 секунд будет. Нитумарфозис. 2500 есть на руках. Все. Вот все, что я хочу показать. Это 25 тысяч в пользу Сикрет. И 15 тысяч опыта. В пользу их уже. Это, знаешь, как называется. Это график интереса в процессе времени карты. График интереса зрителей, комментаторов. И самих игроков, я думаю, отчасти. Потому что игра была, по сути, без баталий. Вообще какая-то не адреналиновая. И посмотри, насколько большой вот этот, вот эта штука у товарища Медвана. Какая штука? Вот эта вот сверху. А, да, да. Просто огромная. Ну, по сравнению с даже Эмбером, с его собственным, выделяется определенно. Что тут у нас в Курьере летит? В Курьере летит Клок. Виндлейс. Также пачечка вардов. Что там Пайлайдай? Про Аганим еще не подумал. Да мне кажется, они тут уже с чем угодно будут выигрывать. Да, в принципе, да. Тут просто иллюзиями можно работать уже. Терраблэйд невероятно силен. У него имеется баттерфляй. Сейчас появится какой-то Хьюрикен Пайк. Например, просто чтобы основная цель ничего не боялась. У него урона, ну, какая-то тьма с руки. Под метаморфозисом это вообще, я боюсь даже смотреть. У него в обычной форме. Да, он с крипами очень быстро разбирается. 300 в обычной форме. Причем линии сейчас там пушатся, отпушиваются. Центр уже снесен. Соответственно, крипы тут просто-напросто сильнее. И Секрет собираются внизу. Решили атаковать по этому направлению. Потому что тут вышки уже нет. Хьюрикен Пайк, правда, бросил себе быстрые покупки Терраблэйд. Ну, так, просто обезопасить себя. На всякие пожарные, да, конечно. Тем более, там все равно какие-то еще бонусы дополнительные. Ты Драгон Лэнд свой никуда не деваешь, который вроде как не бесполезен. Да, для этого героя, да. Это точно. Терраблэйд. Уходит. Отправляет иллюзии на Эншентов. Отправляет иллюзии по линии. Ну, это битва иллюзий. Это битва иллюзий. Привет, Форс. Битва иллюзий без иллюзий, наверное. Ну да, в принципе. Просто между собой какой-то толкотня этих линий. Вот Луна, например, говорит, Шадоу Демон, держи, пожалуйста, мои иллюзии. Я знаю, что ты хочешь сломать базу немножечко. Вот только-только вторую Луну перенаправил ШД в нужном направлении. Ну вот. У казармы там минус 200 хитпоинтов. Очень миленько. Это Шадоу Демон мимо проходил. Он просто мимо проходил. У него даже не было, возможно, никакого злого умысла. Вот поймали Эмбер. А что вы ему сделаете? У него 2 200 здоровья. Что вы хотите ему сделать? Вот. 2 200 здоровья. Раньше так нужно было делать. Раньше. Это можно было делать 20 минут назад. По такой же схеме. Вот один в один. В чем ваша проблема? Так серьезно. Я ведь про это рассказывал. Говорил там 10 секунд контроля. Бах-бах. Его можно было руками заколотить за это время. Сейчас ты его не можешь заколотить руками. И с заклинаниями ты его не можешь заколотить. Да. Ну, сейчас, правда, сейчас немножко темп потерян отфином. И видим, что... Как-то лайтовенько ты говоришь. Немножко темп потерян. Ну, извините. За жесть кто-то один должен отвечать. Хорошо. Кто-то здесь должны остужать. Как там хороший и плохой комментатор. Да, хороший и плохой полицейский. Хороший и плохой комментатор по-разному понимается. Да, да, да. Я так что-то и подумал. Так, просто Рошана забирает Террэдблейд. Что-то прям вот наверняка. Что там? Бутсов Тревел будет перекладываться. Очевидно. Скайларк прыгает, кстати, на последних хитпоинтах. Рошан погибает. Скайларк живет. Скайларк до поры до времени. Скайларка начинает избивать. Скайларка избили. Мадара тоже погибает. Медван из Рошпита. Это делает. До конца драки пишут ГГВП. Да понятно, что греки тоже все понимали. Да, да. Я уверен, что если их сейчас вот просто там где-то выцепить и спросить, вот где вы считаете был ваш косяк, они скорее всего примерно же эти вещи и скажут. Что мы не стали давить сами. Мы стали фармить. Мы купили Мидас на Никсе. Все вместе скинулись и мы купили Мидас. Я не помню таких греков. Я тоже. Со времен бостонского мажора я не помню такой команды. Со времен даже квалификации бостонского мажора. Это очень странно. Пинг. Возможно переустановка винды как-то сказалась. Я не знаю. Что это? Что Windows Vista установил, где нельзя все быстро делать. Поэтому они очень медленно играли. Да, да, да. Через интернет-эксплорер просто играли. Там все очень долго грузится. Да, ну что, 7.25 в итоге. Вроде бы вытирание греков. Но до поры до времени мы видели достаточно равную игру. Потом игра в целом остановилась. Графики мы вам тоже показывали. Мои греки остановились. Да, замерли. Мои греки замерли, да. Да, и все получилось так, как получилось. На самом деле все было очень банально. Просто этап за этапом секреты чуть-чуть лучше фармили. У них был Shadow Demon плюс невероятно мощный пушер. А у команды соперника Shadow Demon не было. Я и в этом нахожу некий плюс. Ну да, и Shadow Demon против Луны. То есть мы видели, как это работает. Все. Печаль. Вот реально печаль. Типа все. И при этом сейчас, если Сикрет побеждает, то... А что? Слушай, я сейчас вот небольшой инсайдик. Режиссер нам выше подсказывает. Говорит, хайлайты почти готовы. На этой карте. На этой карте? Хайлайты? Что? Хорошо, давайте посмотрим. Я буду рад. Как вообще могут быть хайлайты? Сейчас вырезает, а там Na'Vi и Vega заблюрины. И там просто месиво 25 минут. Что? Куда мы смотрели? А как мы не видели это? Что за комментаторы? Кто на обсервере был? Да, игра правда получилась весьма-весьма скучная. Такие карты даже игрокам не особо много эмоций. Поэтому у нас первый хайлайт с 30 минуты. 6-12 счет, на секундочку. Да. Причем это, да, это вот эта драка, на которой, ну, такая небольшая неразбериха была. Да, вот тут вообще три героя справа внизу стоят, они даже не участвуют в замесе. Там люди умирают. Так им не надо, понимаешь, тут Мидван всех назвали. Просто трех пацанов нет. Вообще нет. Там уже умерло два человека. Вдвоем убили. В итоге вдвоем убили. Таррблейд пришел. А там еще и МП кого-то замесил. Вон, я вижу, разлагается. Да, да. Луна дала ультимейт. Мидван его пережил. Причем я не совсем понимаю, как так удачно получилось. Мидван не использовал БКБ в этой драке. Мидван просто не стоял под ультимейтем Луны. Хорошая стяжка. Контролировать здесь греков можно было. И видим, что контролируют. Здесь МП сделает ультра килл. Ну вот. Одна из двух или трех драк. По-моему, третья будет на Рошане. И на этом вся тут уже закончилась. Даже эта драка была уже в условиях, когда практически все было потеряно. И тут уже было не на что рассчитывать. И вот тут, да, это уже практически похороны команды от Финнам. Здесь бьет под Т4. Мне кажется, иллюзии бы снайпера его смогли застрелить совершенно спокойно. Да, бьем Гадлайк у МП. Очень уверенно провел. По итогу этот матч. Тут все очень уверенно провели. Вот Мандара заходит. Он не ожидал видеть Хекс на Дараксире. В итоге получает овцу. Прожимает БКБ. Что-то там культ какой-то. Все в иллюзии. И вот, обрати внимание, вообще ничего в герой не попадет. Он из Рошлиты не выходит, Медван. Не отходя от кассы. И скорость атаки, которая есть у Медвана. Это что-то с чем-то. Но он собрал себе все, что можно было собрать. Я сейчас просто посмотрю артефакты. Там, по-моему, все известные артефакты из магазина. На того, да. У кого основная характеристика агилити. У него был Баттерфляй. У него был Драгонлендс типа Хьюрикин Пайк. У него был Манта Стайл. Скади, БКБ. И он себе уже нес Манки Кинг Бар. То есть все. Полностью смог собрать себе Медван. Ну, пожалуйста. Вот и результат. Да. Я надеюсь, что на второй карте греки нам покажут действительно греческую доту. Настоящую греческую доту. То, как они умеют. Вот это ау, там все дела. Может, у них кто-то не кричал там, как обычно, за спиной. Поэтому они забыли, как нужно играть. Спартанцы, какова ваша профессия? Хочется спросить их, а? В чем ваша проблема? В чем ваша проблема, спартанцы? Хорошо. Мы уйдем буквально на несколько минут. После чего вернемся. И посмотрим вторую карту. Сикрет против Адфинам. Не разбегайтесь. Егейминг Бэтс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Cardstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин